всем привет с вами снежана и вы на канале снежана снежок и сегодня я вам расскажу покажу как сделать новый тренд когда возле вас стоит нарисованный клон и вы из него берете одежду и одеваетесь также ну что лучше посмотрите в мой пример а перед тем как мы начнем поставь лайк этому видео подпишитесь на меня в лайки и на меня в тик ток а теперь погнали для этого видео нам понадобится обычная камера где мы снимем наши видео pixart и программа каймастер где мы это все и смонтируем она есть как на android так и на iphone ну что погнали так заходим в камеру включаем видео и ставим телефон на штатив и я заранее подготовила вещи у меня здесь платье кофточка и босоножки включаем видео и снимаем что мы как будто отсюда забираем вещи а потом берем вещи аккуратно не сходим с одной ногой можно не сходить с места потом мы берем вещь ложим руки примерно там где мы брали и вытаскиваем и как бы прикладываем на себя давайте это снимем так так я одной рукой держу в том месте и одной рукой встаю так так а теперь поставим на стоп и переоденемся так я переоделась и теперь снова включаем видео убираем нашу одежду и делаем как мы делали прикладываем нашу одежду так и теперь берем наши босоножки и ставим это место там где мы их брали так мы их взяли показали их и поставили на наши ноги и теперь взрываем их второй и теперь снова делаем что мы их прикладываем снова делаем так и теперь мы берем нашу кофту А сейчас мы ее можем одеть. А теперь делаем какую-то посуду, чтобы можно было вставить на нашего клона. Вот и все. А теперь можно приступать к монтажу. Для начала зайдем в галерею и выберем нужный момент, который мы будем разрисовать. У меня это вот. Остановим и сделаем скриншот. Теперь зайдем в PixArt, нажмем на плюсик. Выберем прозрачный фон и добавим наш скриншот. На нижней панели ищем значок галереи. Там написано добавить фото. Нажимаем. Переходим в галерею и добавляем наш скриншот. И в этом меню нам нужно нажать на значок силуэт человека. Если изображение качественное, программа сама найдет портрет и обрисует его. Вот так нам остается только подправить некоторые детали. Чтобы убедиться, что у нас все закрашено, нажимаем на значок глазик. И смотрим, чтобы нас все устраивало. Я еще немножко здесь подправлю, чтобы все было красиво. И можно добавлять эффекты. В верхнем правом углу нажимаем сохранить. На нижней панели нажимаем на значок эффекты. И здесь у нас очень много разных классных эффектов. Вы можете взять любой, какой вам понравится. Не обязательно брать такой, как брала я. Все это на ваше усмотрение и на ваше желание. Каждый эффект ползунками можно подстроить так, как вам будет нравиться. После того, как вы все подстроили, в верхнем правом углу нажимаем применить. Потом следующее. Сохранить. И сохранить галерею. Готово. Заходим в Каймастер. Нажимаем на плюсик. Медиа. И добавляем наше видео, которое мы сняли. Обрежем ненужную часть спереди. И найдем первый момент, как я буду брать платье. Вот я вытащила руки, чтобы взять платье. И в этом месте нам нужно его разрезать. Нажимаем на ножнички и выбираем разрезать в точке воспроизведения. Взяли платье, поставили руки в то же положение. И снова разрезаем. Нажимаем на ножнички и уже выбираем обрезать видео слева. Посмотрим, что у нас получается. Если все нравится, то мы идем дальше. А если чуть-чуть что-то не совпадает, можно немножко подстроить. Следующее место, это я должна платье притулить к себе. Находим это место и разрезаем к точке воспроизведения. Теперь находим место, где мы уже одеты в платье. И тоже нужно найти место там, где у нас совпадают руки. У меня это вот здесь. Нажимаем на ножнички и выбираем обрезать слева. Посмотрим, что у нас получается. Если получается очень круто, то оставляем. Если что-то у нас не сходится, то подравниваем. Теперь нам нужно найти место, где я беру обувь. Останавливаем в этом месте. Нажимаем на ножнички. И разбить в точке воспроизведения. Теперь найдем место, как я уже начинаю брать эту обувь. Нажмем на ножнички и обрезать слева. Посмотрим, что у нас получается. Если получилось все очень круто, оставляем. Если получилось неровности есть какие-то, то подстраиваем. Теперь нам нужно найти место, как я мои свои босоножки одеваю на ноги. Я нашла это место. Нажимаем на ножнички. И разрезать точки воспроизведения. Теперь найдем то место, где я уже одела босоножки и приложила руки к ним. Нажимаем на ножнички. И разрезать слева. Проверим, чтобы у нас переход совпадал и было все красиво. Теперь найдем то место, где я хочу взять кофту и вытаскиваю руки. Нажмем на ножнички и разрезать в месте воспроизведения. Теперь найдем то место, где я беру уже кофту. И разрезаем слева. Проверим, что у нас получается. Если есть какие-то неровности, мы подстраиваем. А вообще, все эти неровности и переходы можно скрыть в лайке, благодаря эффектам. Я думаю, смысл вы поняли. Дальше я уже не буду рассказывать. Просто посмотрите. Теперь я сохраню это видео. Снова зайду в Кайммастер и загружу это же видео, которое мы только что делали. Это я сделала для того, чтобы свое видео ускорить. А по кусочкам каждый кусочек видео ускорять долго. Выделяем наше видео. Нажимаем управление скоростью. И убыстряем его. Теперь нажмем слой, пульт медиа и добавим наш скриншот, который мы рисовали в Пиксарте. Увеличим до нужного размера и поставим в нужное место. И в наш слой до конца нашего видео. Вот и все, наше видео готово. Также можно поиграться с настройкой цвета, подобавлять что-то, разные эффекты, которые есть в Кайммастере. Но это уже на ваше усмотрение. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.